здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы осматриваем bmw x6 40d 2012 года 2 месяца у него пробег 142000 и комплектация как мы видим не пустая у него комфортный вход комфортное сиденье навигация профессионал webasto вот она хэдап вас тут сразу фото фильтр свежий меняли ну 140000 конечно пробег не маленький завелась первого раза сразу на холодную без всяких проблем так что у нас тут с маслом пока не знаю я по лакокрасочным не смотрел надо сейчас посмотреть здесь принципе все нормально машина поедет в россию если конечно этого достоин но пока в салоне меня все устраивает лакокрасочные еще не мерил 140 тысяч пробега многовато конечно посмотрим что с ошибками так я сейчас проверяю на ли по электронике смотрю какие есть сохраненные ошибки коды в системе не нужно удалить фотографию сейчас посмотрим что у него с сервисами партус русского нету тормозная жидкость шестнадцатый год моторное масло 23000 человек через тормоза передние 30000 там они да действительно нормальные и задние 31000 вот ай-драйв не затертый пробег в машины спешно скажу 142400 142564 все все хорошо хорошо машина уже по ходу смотрели потому что документы лежат хаотично и дмс сервер сейчас посмотрим 27 48 60 64 88 95 117 и 131 131 масло не меняется замена масла сейчас нужна они тут на 139 тысяч отправить ладно что у нас в салоне курили чувствуется легкий запах табачного паркуриного салона ну что он салона у нас как табак под айфона 4 походу вот панорама работает черный потолок антрацит комфортные сидухи это чудо бак да походу крутил ну пепельница чистая пепельница да чистая ну есть да про запах конечно есть ну что зад у нас он пятиместный это хорошо это большой плюс тут принципе все чисто так у нас вот винном скриншот 85 37 21 совпадает е71 сколы присутствуют сейчас я фонарик возьму да фонарик и надо посмотреть система доступа автомобиля начинаем сразу читать ошибки да капот крашен капот крашен но его не откручивали так окей система чтения памяти неисправности отсутствует кода так дальше капот красили как вариант их постоянно красит от сколов много сколов было отсутствует кода неисправности так дизельная электроника окей чтение памяти нет кодов неисправности топливного насоса это как бы предварительное чтение ошибок потому что как вариант могут ошибки стереть и поставить машину здесь ошибок не будет а вот нужно сделать тест драйв и потом будет все видно топливный насос управление коробки передач окей неисправности ага на селекторе была ошибка селектор переключения передач кстати тоже бывает у них проблема управления коробкой переключатель выбора передач что делает официальный дилер он просто меняет ручку переключения передач а как правило там просто затираются контакты их нужно подчинить и все то есть это делает нормальный кулиппинг который знает как это делать без проблем а официальный дилер заменит полностью рычаг переключения передач считал все коды и только селектор переключения передач показывает ошибку и все ну будет на чем торговаться кто-то звонил может он но машина достаточно чистая для его пробега до 139 видишь на BMW автохаус вот он был вот машина чистая для его пробега мотор сверху пыль ну как бы нормально в принципе состояние для 140 тысяч что еще обнаружил в нем в машине курили вот запах есть не знаю ты куришь нет не куришь да ну будешь чувствовать придется химчистку хорошую делать или кварцевать салон вот не так чтоб сильно да но есть запах вот для 140 тысяч салон в принципе очень хороший почистили помыли его да нормально минимум царапин по электронике прочитал единственная ошибка есть селектор и переключение передач ну что посмотрим как едет наш экземпляр который мы хотим купить и Россия в принципе активировалась ребят курс 55 и тот хлам который продают в России уже не хочется покупать людям так поедем сюда да что у нас там с соляркой четвертьбанка хадап работает слушаем турбина она холодная она обычно начинает подвывать свистит здесь это будет коробка переключается за стекло помыть они внутри стекло помыли хадап такой мыльный лепесточки работают из-за того что машина долго стояла она вибрирует колеса застоялись чуть поехать они пройдут и тормоза у нас тоже не очень хорошие вот так зеркала зеркала проверяем всегда потому что моторчик может работать в одну сторону работать а в другую нет тут работает у нас все клима работает подогревы сиденья проверим на спорте у нас стоит на спорте ауто холд 142 143 150 160 170 180 нормально больше не будем притормаживаем подогрев работает да мы тоже Ты всегда его быстрее чувствуешь Нам темпомат нужно проверить Выключись Темпомат работает Стекла Стекла, стекла есть Ну что, у нас какое резюме по автомобилю? У нас есть мелкие скорые У нас крашен капот Вот эта мятина Раз, два здесь, три здесь На капоте три таких хороших скорых Потом Далее Раз, два, три Мятины есть на кузове Но у автомобиля 140 тысяч пробега Багажник чистый В салоне курили Беспонтовый, дешевый Резиновый коврик Походу он даже не с этого автомобиля Видишь, он не помещается Просто закинули Там какой-то был Валялся Тут все сухо Тут тоже, наверное Тут следов флага не видно Здесь тоже все сухо Как бы для 140 тысяч машина хорошая Одна ошибка в селекторе переключения передач Камера Но Эта ошибка бывает у них часто Вот здесь мятина Вот она Вот здесь небольшие такие Сколы от соседних автомобилей Когда открывают Неаккуратно двери Ну и по Посмотрим, что снизу У нас заменены рулевые Наконечники Два штуки Мы видим, что здесь нет у нас Потеков масла Отсюда видно коробку Со всех сторон Если посмотреть То с коробки масло не бежит Вот Также видно, что Машина не Ездила по грязи По полям И спахивали землю Кстати, фаркоп у него есть По-моему, фаркопа у него нет Это Городской автомобиль Сейчас посмотрим фаркоп Фаркопа нет Амортизаторы сухие Это важно Не, я думал, это масло А здесь сухо В принципе, тут тоже все нормально В колодке диски еще по 30 тысяч В диске, в принципе, у них есть налет такой Ну что я хочу сказать Автомобиль, если покупать То в нем делать ничего не надо У него последнее ТО было 139 тысяч Сейчас 141 Недавно В нем меняли все Большая инспекция была Масло, фильтра Топливные фильтра Сажевые и все остальное Ой, сажевые не меняли в нем Этот полинфильтр Вот так Тормоза в порядке Резина тоже Так бы машина готова к эксплуатации Световой пакет Ну и поехали дальше Конечно же забыл сказать цену 30 тысяч 700 евро не то 100 слов и 2000 пробега Как вы думаете, стоит брать эту машину? Смотрите, даже вот эта еще нормально Но я не вижу Ничего такого Страшного И поэтому, скорее всего, мы его возьмем Именно такие маневры Когда вы заезжаете на бордюр Слышно всю ходовку спереди А когда на бордюр прыгаешь Она хрустит Тарахтит А здесь все нормально Машина по первой регистрации Второго-двенадцатого года Но пробили ее по ВИНу Она ноябрь одиннадцатого То есть не двенадцатый год Камеры работают Двери, электронику проверил Сейчас подъедем туда Я еще раз Воткну прибор и посмотрим, что у нас После тест-драйва Но на панели ничего не светится Не горит То есть пока Зеленый свет Сбитый Такой спаянный Не смотрится Сто сорок тысяч И когда такая сервисная история Ну, если бы я брал машину для себя Я бы ее взял Итак Оформили мы договор на покупку автомобиля Стоит машина Тридцать пятьсот Нетто И через две недели Машина поедет в Пермь Встречайте ее в Перми Ждите новых осмотров Обзоров Посещайте канал До новых встреч Пока Спасибо большое за то, что ты посмотрел это видео до конца Нажав тут, ты можешь посмотреть одно из наших последних видео Либо ты можешь посмотреть наши плейлисты И увидеть там и услышать интересные информации об автомобильной жизни Германии Также ты можешь подписаться на наш канал Либо перейти на наш сайт Где ты увидишь таможенный калькулятор России Там полностью информация об автомобилях из Германии в другие страны С вами был Денис Рэм До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok